Друзья мои, я решила немножко продолжить цикл обучения. Я вас не собираюсь обучать магии, не собираюсь обучать ведьм и колдунь. Но просто дело в том, что в какой-то момент мне, наверное, надоело всем нормальным людям и настоящим мастерам. Вот эта вся эта шушевая аферистическая. И я решила просто вам немножко рассказать о настоящей магии. Что это такое, чтобы вы научились разбираться. Где мастер, где начинающий, где душевно больной человек. Но сейчас речь не о них. Сегодня я хочу вам показать работу с маятником. Что такое маятник? Дело в том, что маятник вообще сам по себе имеет очень древнюю историю. И тут ведут свою историю эти предметы, с древнего Вавилона. Вообще древнего Вавилона ведет свою историю колдовство. Такая наука. Колдовство само по себе это не наука чудес. Если помните, когда-то физиков, химиков, алхимиков вешали, жгли, убивали, считая их колдунами, пока не поняли, что физика как-то это наука. И химия тоже наука. И сегодня колдовство считается нечто таким сверхъестественным. Но придет день, и мы поймем, что это такое. Вообще, по сути, уже приблизительно, примерно люди поняли, что это всего лишь манипуляция энергией. То есть человеку дано манипулировать, использовать энергию во зло или в добро. Давайте, чтобы долго не грузить вас, начнем, как бы переступим к теме сразу же. Что такое маятник? Маятник – это указатель. Маятники могут быть разные, разные формы разного типа, из камня, из металла, из золота, из чего угодно. Но суть не в этом. Суть в том, чтобы с помощью маятника проверить тех сущностей, тех духов, которые находятся рядом с человеком, занимающимся магией. Насколько он силен, насколько он сильно может манипулировать, может повелевать, может контролировать эти силы. Давайте попробуем следующее. Итак, хочу показать вам. Сейчас в данный момент держу маятника. Он по золочу. В принципе, с позолотой. Он не золотой, золотой. Я не считаю, что нужно покупать. Нет смысла в них. С позолотой. В данный момент вы видите, как будет дрожание моей руки. Это обыкновенное дрожание. Если я качаю маятник рукой, сама. Видите, да? Значит, по кругу, в разные стороны и так далее. Теперь давайте начнем некий сеанс. Чтобы понять, насколько сильна эта сущность, насколько она готова выполнить мои требования и желания. Обычно я проверяю силу сущности для того, чтобы понять в данный момент, в данный день, эти сущности, насколько сильнее, насколько от них можно ожидать помощь или не ожидать. Итак, начнем. Значит, я попрошу сущность, которая находится рядом со мной в этой комнате, которую мы не видим, но он есть, вести маятник по кругу. Сильнее. Сильнее. Еще сильнее. При этом, я прошу вас заметить, что моя рука абсолютно недвижима. Это, во-первых. Во-вторых, нечто что-то виснет и цепь очень напряженно тянется вниз. Это означает, что некая сила, как держит маятники, крыть их по кругу. Сделай круг шире. Еще шире. Покажи всю свою силу. Стой, остановись. Стой, остановись. Итак, вот по поведению маятника можно судить, что сущность, которая сегодня взялась мне помогать, ну, как бы сказать, средне-сильная. Не очень сильная, но средняя. В принципе, значит, сеанс можно продолжить, можно очистить человека, можно заговорить и так далее. Сегодня я обладаю некой силой, и высшая сила, которая должна помогать таким людям, как я, сегодня может мне помочь, дают мне право начать работать. Если маятник абсолютно не качается, если я чувствую слабость и усталость, я обычно... Редактор субтитров, если у вас есть один раз, я вам спасибо за просмотр, мне... Ну, конечно, немножко... Я думаю, что, если у меня нет, то, что у меня не будет левым, как оно... Субтитры сделать, ну, что я могу сказать...